здравствуйте дорогие друзья сегодня будет видео о ушных пробках серии о том как правильно чистить уши какие проблемы здесь есть но очень важная тема тема кажется простой вроде бы все об этом все знают есть ушные палочки все просто но это не так люди делают много ошибок и от них я хочу вас предостеречь сегодня из данного видео вы узнаете серов ушах нужно ли она зачем она для чего она существует серные пробки мягкие и твердые нужно ли вообще и как правильно чистить серные пробки ушные палочки и ошибки очистки слухового прохода ими методы безопасного удаления ушных серных пробок и иной грязи очищать лучше у лора или самостоятельно как самостоятельно и главное безопасно очистить слуховые проходы от серных пробок и иной грязи помните что существует самоочистка слухового прохода и эта способность заложена самой природой. Ну а теперь обо всем подробнее. Итак, более 200 серных желез находятся в слуховом проходе и они выделяют от 10 до 20 грамм серы в месяц. При жевании и разговоре сера удаляется естественным путем. Существует путь самоудаления, самоочистки. Это природно заложенный механизм, связанных с волнообразными поступательными движениями челюстных и иных мышц. А сера в слуховых проходах нужна обязательно. Это ведь защита и от вирусов, и от бактерий, от грибков и даже от насекомых, ну тех же муравьев. А вот серные пробки как раз часто возникают из-за использования ушных ватных палочек. Так как размер ушных палочек и вот этих ватных головок таков, что вы ими просто заталкиваете серу вглубь, ближе к барабанной перепонке, где она как раз страмбовывается и скоксовывается со временем, превращаясь в твердые ушные пробки, что очень плохо. А при контакте, тем более плотном, серы, с непосредственно барабанными перепонками, может возникнуть воспаление в среднем ухе. И это уже серьезная проблема, помните об этом. И конечно же, такая серная пробка может стать твердой, скоксованной, и тогда ее будет труднее удалить. Но как удалить даже такие пробки, я чуть далее расскажу. Если наружный слуховой проход у вас здоровый, то не нужно лазить туда ушными палочками, тем более каждый день, как некоторые люди это делают. Ну а симптомы действительно пробок, при которых нужно принимать какие-то действия, это, во-первых, ухудшающийся слух, безусловно. Когда явно внешне слуховой проход просто забит ушной пробкой. Когда чешется слуховой проход или барабанная перепонка. Еще важно знать, что если часто и неправильно чистить слуховой проход ушной палочкой, то тогда может возникнуть раздражение нервных окончаний слухового прохода и барабанных перепонок. И могут быть головные боли, головокружение, тошнота и кашель. Но если люди грязнули, не следят за чистотой гигиены, купаются в грязных прудах, то наличие избыточного количества серы, грязи, песка, эти сгустки при попадании воды, ну например при душе, набухают. И тогда пропадает или ухудшается слух. А это явный признак, когда необходимо обратиться к врачу-отоларингологу. Или по другому лору. Конечно, ведь излишняя сера пробки снижают слух, а это нехорошо, неправильно. Пробки бывают мягкие и твердые. И существуют влажные и невлажные способы их удаления. Если пробки мягкие, то их можно промывать физраствором. Это делает любой врач в любой поликлинике или медсестра. Осуществляется данная процедура специальным шприцом. Доктор Лор с помощью ушного зонда видит, наблюдает особенности строения слухового прохода и может точно безошибочно удалить ушную пробку. А делать он это может специальный лор-петлей. Если же пробка застарелая, твердая, то ее сначала нужно размягчить и только потом удалять. Отрывать, отскапливать категорически нельзя. Протыкать ушными палочками, шевелить категорически нельзя. А размягчить твердые ушные пробки очень просто. Для этого можно купить в аптеке трехпроцентный раствор перекиси водорода и 3-5 дней подряд капать по 3-4-5 капель 4-5 раз в день. Ну а затем уже удалять известными методами. Уважаемые зрители, для тех из вас, кому интересна архитектура и история Москвы, московских улиц, домов, дворов, скверов, я очень рекомендую посетить интереснейший телеграм-канал, вот этот, на котором есть и очень интересные углубленные экскурсии по Москве, например, по историческому району Чистых прудов и Китай-города. Эти и другие экскурсии представляют из себя красивые файлы с маршрутами через дворы и переулки, с рассказами об интересных зданиях. Это, поверьте, очень душевно и интересно. Вот вам ссылка на этот телеграм-канал, я оставлю ее под видео, потом посмотрите, нажмите, посетите его. Ну а по моему сайту nadgar.ru скажу следующее. Всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru, посмотрите хотя бы два раздела, отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары, вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Конечно, можно применить и специальные аптечные препараты, по крайней мере в экстренных случаях. Например, ацерумен. А для маленьких детей до двух лет, для грудничков, можно применить ремавакс. Для очищения, тем более самостоятельного, нужно знать анатомические особенности ушных проходов. Вашего конкретно. Особенно они деформированы могут быть у тех людей, кто пользуется слуховыми аппаратами. Из-за индивидуальных особенностей анатомического и морфологического строения. А также важно учитывать это при наличии плотных твердых пробок. Почему в таких ситуациях лучше обратиться к лор-специалисту, ну по крайней мере в первый раз. А потому что слуховой проход и барабанная перепонка имеют индивидуальные особенности строения. И есть опасность повреждения барабанной перепонки. Дорогие друзья, но стоит знать каждому, что существует самоочистка серы. Это механизм заложенной природы, это естественно. Как я уже сказал, это происходит при жевании пищи и при простом разговоре друг с другом, при работе челюстного аппарата. Ведь в природе существует самоочистка всего. И уши здесь не исключение, естественно. Но, конечно, если есть зуд, накопление серы, а самоочистка по какой-то причине не работает, то необходимо принять меры, безусловно. Если есть природная особенность, склонность к ушным пробкам, тем более с грязью, специфика работы и так далее, то, конечно, нужно очищать. Но если уж очищать самостоятельно, то точно не ушными палочками. Не утрамбовывайте серу к барабанным перепонкам. А как тогда возникает вопрос? Ну а теперь, как раз самое главное, как правильно чистить уши. А вот сейчас я вам покажу. И дело в том, что старые доктора, а я приготовил здесь кое-что, покажу вам и те самые ушные палочки. У меня есть даже такие с хлопком и с тростника, экологически чистые, не пластиковые. Уж если покупать, то такие, надо заботиться о природе. Но это совершенно для других целей на самом деле. А вот теперь, дорогие друзья, рецепт от старых докторов, которые учились еще в 40-х, 30-х, 50-х, 60-х годах. Старые доктора советовали пользоваться обычными канцелярскими скрепками. Ведь это почти аналог лор-петли. Каким образом? А очень просто. Скрепку нужно выгнуть в одну плоскость. Вот таким образом. Получается, как бы петля, загибаются кончики немножко внутрь, чтобы при вытаскивании не повредить, не поцарапать слуховой проход. Они вводятся горизонтально, плавно и аккуратно в ушной проход. Прижимаются к нижней стенке слухового прохода и аккуратно вытаскиваете. Очищаете серу. Потом то же самое в верхнюю часть слухового прохода. Потом в левую, правую половину. В конце, когда вы ощутите правильность выполнения и безопасность такого метода, тем более душка у нас круглая, и никак проткнуть, повредить перепонку барабанную не может. Не надо вначале, пока нет опыта, доходить до самой глубины до барабанной перепонки. А в дальнейшем, уже имея опыт, можно вот таким движением как бы проворачивать, только не углубляясь, а напротив. Это как бы соскабливая со стенок прохода и вытаскивать. Безопасный, хороший метод. Конечно, лучше всего, если бы скрепки были сделаны из меди. Собственно, рукодельники могут делать из медной проволоки самостоятельно, вот такие скрепочки. А можно купить и канцелярские. Они существуют разного размера. Есть вот такие поменьше и побольше. Я вот согнул сейчас до записи большую. Чем они хороши? Чем толще диаметр самой проволоки для изготовления скрепки, тем легче и безопасней. Повредить невозможно. У кого-то слуховой проход более широкий, у кого-то более узкий. И каждый из вас может подобрать себе нужный диаметр. А также большую скрепку удобно держать в руке. Если вы эту скрепку не хотите выкидывать после процедуры, ну жалко, или просто не хотите природные ресурсы перелопачивать впустую, нужно перед следующим применением будет обязательно не только промыть. Промыть нужно сразу после применения, а нужно просто продезинфицировать. Или обработать кипятком, чтобы не занести инфекцию. Такая процедура, дорогие друзья, не только безопасна, но и полезна. Почему? Да потому что при вот таких движениях, когда вы плавно нажимаете на стенку слухового прохода, вы массируете серные железы, которые выходят протоками в слуховой проход. А они часто у многих людей как бы закоксованы. Как бы вот эти поры забиты. И вот именно массажем таким вы их открываете. И сера начинает проходить в большем количестве, в должном количестве слуховой проход, создавая защитный как раз барьер слой на пути инфекции в организм, а именно в среднее ухо и, соответственно, в головной мозг. Поэтому такими движениями мы не просто простым образом очищаем от серы и другой грязи слуховые проходы, но и массируем серные железы. Помните, что если процесс выделения серы по серным канальцам нарушен, закоксованы поры, то тогда могут возникать воспалительные процессы. Бывает, что серы не хватает именно из-за того, что забиты серные канальцы. Поэтому массируйте слуховые проходы и ешьте больше продуктов, содержащих натуральную органическую серу, чтобы ее хватало в том числе и для этих процессов. Хотя сера в организме нужна для огромного количества разных биохимических процессов, в том числе и для кожи нашей важна и так далее. Существует множество аминокислот серосодержащих. Поэтому в том числе и квашеная, и обычная капуста – это очень полезный продукт, который содержит много серы. А ушные палочки используйте совершенно по другому назначению. Для очистки каких-то поверхностей, для косметических целей. Я, например, использую в том числе и моя семья. Вот у нас прополис, например, если что-то повредили, поранили, ожог, макается прополис и мажется тот участок, где царапина, порез и так далее. Вот у меня недавно был случай камнями тяжелыми, таким огромным. Передавил палец, тут у меня пол ногтей сходит, но кожу содрал полостью квадратных, ну, 4 сантиметра примерно. И вот мазал потом прополисом, и все зажило. Ну и, соответственно, вот для таких и других целей и используются ушные палочки. А способ удаления серы, он абсурден. Да, вы что-то удалите, но большую часть затрамбуете. Поэтому никогда не используйте ушные палочки для очистки слуховых проходов. Не рискуйте. Маленьким детям, грудничкам, можно очищать только внешнюю сторону ушного прохода, не более чем сантиметра в глубину. И можно это делать чистым ногтем, например. Мать может это сделать аккуратненько. Помните, что можно нанести ущерб не только барабанной перепонке, но и нежной коже, эпителию, которые находятся в самом слуховом проходе. А это часто у детей, особенно грудничков, приводит к дерматитам и различным грибковым инфекциям. Так как нарушается защитный слой и повреждается эпители. Ну что ж, теперь вы знаете все о гигиене и профилактических мерах, о том, как можно безопасно очистить ушные пробки, не допустить их, не накапливать, не утрамбовывать, не закоксовывать. Как можно наладить работу серных желез в слуховом проходе. В каких случаях стоит обращаться к врачу, ну а как постепенно можно научиться правильно очищать серные пробки самостоятельно. И, конечно же, я надеюсь, теперь вы не сделаете ошибки, используя совершенно не по предназначению так называемые ушные, почему-то с таким названием, палочки. Ну а в хозяйстве быть они должны обязательно. Им найти можно множество предназначений. Полагаю и надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно поделитесь ссылкой на данное мое видео со своими друзьями, товарищами, коллегами, близкими. Возможно, кому-то это мое видео поможет, и вы сделаете хорошее дело. Ссылки на все важные видео, о которых я говорил в той или иной связи, или не говорил, я оставлю в описании под этим видео. Вот таким образом вы сможете их открыть на компьютерах или на смартфонах. Приобрести те или иные качественные товары, добавки, все то, о чем я говорил, и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи, вы можете на нашем сайте nadgard.ru. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы, в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Если вы находитесь в других странах и переживаете, что платежные системы отключены и нельзя оплатить в Россию, не волнуйтесь, вы спокойно оформляете заказ. С вами свяжутся, и вы оплатите спокойно представителю нашему в другой стране, в европейской стране. Поэтому спокойно оплатите. А мы вам спокойно вышлем, если работает почта России у вас, наш товар, ваш заказ, вашу страну. Каждый день мы так отправляем, проблем нет никаких. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео. Всего хорошего, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok